МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кислое и молочное. Тюменские садики экспериментируют с детским меню. О событиях, явлениях, а главное о людях, точнее, в ближайшие полчаса в студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Почти сотня коммунальщиков несет усиленную службу на улицах Тюмени. В этом году на зимний режим работы городские службы перешли раньше. Дороги посыпают калийной солью, на тротуарах применяют ручной труд. Начинаем прометать с момента выпадания снега и до полной очистки тротуаров. Если где-то, конечно, по определенным причинам не удается избежать гололеда на тротуарах, то стараемся проводить работы механизированным методом. Это с помощью погрузчиков очистки. Или есть у нас в городе специализированные транспортные средства. Круглосуточно в городе работают до 35 единиц техники. И в большинстве случаев у тюменцев нет нареканий. Горожане жалуются только на уборку частных территорий. Тротуары не только от снега приходится чистить. Не все собаководы убирают отходы за своими питомцами. Уж тем более гуляют с ними на специальных площадках. Три таких зоны до Нового года появятся в Ленинском округе. Ориентиры ответственным хозяевам, подскажет Александр Гришаков. Судя по остаткам жизнедеятельности, собаки на новой площадке бывают. Но большую часть дня эта территория пустует. Ограждение здесь появилось меньше месяца назад. И народная тропа сюда пока не протоптана. Комплектуются площадки для выгла домашних животных стандартно. Барьер, кольцо, колесо, качели. Но в этом году подрядчики особое внимание уделили ограждению. Обычную сетку-рабицу заменили крепким металлическим забором. Теперь пешеходам не о чем беспокоиться. Двухметровый забор ни одна собака не перепрыгнет, уверяют в управе. В этом году на деньги бюджета в Восточном округе поставили сразу три площадки для выгла домашних животных. Одна возле дома номер 67 на улице Широтной. Две другие в сквере Серебряные ключи и на бульваре Чукмалдина. Еще одно место прогулки питомцев установит застройщик возле 65-й школы. Сейчас вообще активная позиция прорабатывается с застройщиками, чтобы они тоже так же в рамках благоустройства застраиваемых территорий тоже использовали все моменты и закрывали все пятна и закрывали потребности жителей нашего города и устраивали собачьи площадки на тех территориях, где они застраивали. Пока в Восточном округе 12 мест, где собаку можно выпустить без поводка. В Ленинском таких площадок 18. До конца года цифра округлится. Зоны в углу появятся в сквере Якова-Неумоева и в конце улицы Республики. Администрация Тюмени планирует принять постановление, которое будет регламентировать правила установки таких ограждений. Проект документа уже готов. Будут они у нас сейчас на основании этого проекта строиться на основании обращения либо коллективного граждан, более 50 человек, либо какого-то общества защиты любителей животных, клуба собаководов. При этом площадка должна быть не ближе 300 метров от существующей. Караван обращений в управу уже идет, но мест для площадок не так много. По санитарным нормам подобные объекты нельзя располагать ближе 40 метров от окон. Стоит сказать, что новые правила предусматривают иные места для выгула домашних животных. Их будут отмечать особыми знаками, но заборов не поставят. В таких зонах спускать питомца с поводка запретят. Александр Грешаков, Роман Чинахов, Сергей Мякишев. Тюменское время. Далее краткий обзор событий. Почитаем городской бюджет и заглянем на кухню к столичному шеф-повару. В городской думе приняли бюджет на следующий год в первом чтении. Ожидаемый размер доходов казны почти 20 миллиардов 300 миллионов рублей. Расходы прогнозируют побольше. 20 миллиардов с половиной. Образуется дефицит. Дефицит у нас, я бы не сказал, что он такой большой. 200 миллионов рублей у нас было и больше. Если вы помните, ранее, не в прошлом году, в те годы еще, а источники покрытия дефицита – это средства от продажи акций, которые находятся в муниципальной собственности. Бюджет верстает, опираясь на послания президента России и губернатора области, а также на социально-экономический прогноз развития. В следующем году объем инвестиций в основной капитал составит практически 70 миллиардов рублей. С нового года оплатить госпошлину можно будет с 30-ти процентной скидкой. Для этого следует воспользоваться единым порталом государственных услуг. С инициативой применять коэффициент 0,7 при зачислении средств через него выступил Минфин России. Поправки в закон о льготном тарифе накануне поддержали депутаты Госдумы. Дело в том, что такой механизм должен был использоваться и на данный момент, но на практике он не работает. Положение законодатели исправили и уже в 2017-м загранпаспорт или свидетельство о заключении брака обойдутся россиянам значительно дешевле. Зарегистрироваться на портале Госуслуг можно уже сейчас, правда необходимо подтвердить свою личность в одном из филиалов МФЦ. Секретами большой кухни со студентами поделился шеф-повар советника мэра Москвы. На пятидневный мастер-класс к знатоку попали лучшие учащиеся техникумов региона. Будущие повары узнали, как из луковицы сделать соусницу или как блюдо из птицы превратить в эйфелеву башню. Мы хотим, чтобы было так, чтобы они практику еще и получали в колледжах, непосредственно в учебных заведениях, потому что, в принципе, есть лаборатория, есть условия, и нужно, чтобы ребята получали практику, потому что по бумагам приготовить борщ – это другое. Считаю, что мне очень повезло попасть сюда на подготовку, то есть не всех взяли, то есть я попал в ряды таких избранных. Нам говорят, как сочетаются продукты, узнаем какие-то секреты шеф-повара. Отдельный мастер-класс прошли и опытные педагоги. Их задача была приготовить три блюда из грудки индейки за 20 минут. Кролик – это не только 3-4 килограмма диетического мяса, но и ценный мех. Местные производители возрождают старое производство. Первая партия ярких кроличьих шкурок уже в продаже. Есть ли спрос на такой товар, уточнила Дарина Скорнякова. В то время, когда удивить клиентов чем-то особым практически невозможно, местные производители пошли на риск и превратили отходный материал в новый продукт. Это кроличья шкурка. Перед тем, как попасть на прилавок, ее обработали и покрасили. В Тюменском кролиководческом комплексе реализацией шкур не занимались больше 20 лет. Спрос на них упал еще в 90-е. Возобновить забытое производство оказалось непросто. Чтобы изготовить пробную партию, искать покрасочный цех пришлось по всей России. Проверка на спрос оказалась удачной. Покупатели нашлись сразу. Мы сразу выстроили план действий. Но, безусловно, ЦУМ – это предприятие, которому тоже 70 лет. Мы патриоты области Тюмени. Мы, конечно же, в рамках программы импортозамещения. И я просто по-другому и не мыслю работать. В ЦУМе и раньше дружили с местной фермы. Теперь кролик не только в столовой, но и в двух магазинах с одеждой. Пушистую витрину оформили в прошлую субботу. А уже через день пошли первые продажи. Конечно, у людей такое вот приятное удивление. Я думаю, что и у нас-то с вами. Вот, честно говоря, я и сама-то не могу без мурашек по коже говорить. Мне правда приятно, что именно в Тюмени, именно на территории этого же Рощинского, вот такие чудесные появились вещи. Облюбовали товар местного производства и дизайнеры таким кроликам. Они готовы украшать все, что угодно. Карманы, воротники, капюшоны и даже обувь. Яркий аксессуар может стать дополнением к босоножкам или новогодним туфлям. Из распространенных простых решений, из кроликов очень актуальны брилки. Например, наподобие этого, либо просто в виде объемного пушистого шара. В интерьере мех также смотрится очень органично. Как у классических интерьеров, так мех может стать хорошим украшением минималистичного дизайна. Цена за шкурку 800 рублей. На оценку в магазине сделали минимальную. Все ради того, чтобы поддержать местного производителя. Готовы выходить на регионы, скорее всего даже. Готовы в Екатеринбург, Омск, Оренбург без проблем. То есть себестоимость действительно такая оправдывается, что можно и шубки пошить, и жилетки, и шапочки. У тюменских производителей большая надежда на калифорнийских кроликов. Пока на реализацию отправят 200 шкурок. Если через полгода цветные изделия разойдутся, дело поставят на поток. Предприятие может работать без отходов, а в тюменские магазины поступят 3000 меховых полуфабрикатов. Дарина Скорнякова, Антон Пригорницкий. Тюменское время. Ставки снижены, господа. Чтобы обновить гардероб или интерьер дома, сумма нужна немаленькая. И вариант порой один – потребительский кредит. Взять его на выгодных условиях можно по новогодней акции. Подробности в сюжете. Новый год не за горами. Один из главных вопросов, который все чаще встает перед тюменцами – это покупка подарков. Марья Мгамедова решила оформить кредит, чтобы порадовать близких приятными сюрпризами. Мы все думали, что подарить. Решили бытовую технику. Зашли в Сбербанк взять кредит. Узнали о сниженных процентных ставках. Нам быстро оформили кредит. И буквально сегодня мы уже получим свои деньги и пойдем за покупками. С 14 ноября Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. Процентные ставки снизились до 7% пунктов. Причем условия одинаковые для всех. В том числе и для новых клиентов. Теперь процентные ставки по акции по потребительскому кредиту под поручительство физлица составляет 13,9% и 15,9% годовых. В зависимости от срока кредитования по потребительским кредитам без обеспечения 14,9% и 16,9% годовых. Также в зависимости от срока кредитования. Акция у нас будет действовать до 31 января 2017 года. Поэтому, уважаемые клиенты, успевайте воспользоваться выгодным предложением от Сбербанка. Условия действуют для кредитов на сумму от 300 тысяч рублей. Сроком кредитования до 5 лет комиссия не взымается. Страхование жизни – дело добровольное. Не влияет на размер процентной ставки. Ознакомиться с предложениями более подробно можно на официальном сайте или в любом отделении Сбербанка. Анастасия Нахрачева, Евгений Доценко, «Тюменское время». Деловой партнер программы – федеральная аптечная сеть «Фармлент». Аптеки «Фармлент» – надежные, доступные твои. Совершая покупки в аптеках «Фармлент» можно получить чек, гарантию, сдачу, бонусы. Только в ноябре в аптеках «Фармлент» получите до 30% от стоимости товара бонусами. Бонусы можно тратить сразу. Смотрите сразу после рекламы. Кислое и молочное. Тюменские садики экспериментируют с детским меню. Спасибо нашим поварам. Кто будет кормить школьников, выберут на конкурсе подробностью у гостя студии. Рисунки на полях в учебниках. Что это – безобидное творчество или детский вандализм? Разберемся вместе. Это точнее. Хорошо, что вы с нами. Теперь наряду с кашами малышам ежедневно дают пробиотики. Сразу несколько образовательных учреждений Тюмени вошли в пилотный проект по здоровому питанию. Нравятся ли детям полезные бактерии и сколько стоит такое удовольствие, узнала Юлия Сауляк. Вот только что из холодильника шесть флаконов. Новый продукт – не мороженое, но тоже живет в холодильнике. Бифидопрепарат сохраняет полезные свойства лишь пару часов после вскрытия упаковки. Поэтому новинку дают детям сразу, как только согрелось на второй завтрак ежедневно по 5 миллилитров. Малыши уже знают – пробиотики нужны. Это полезные бактерии, которые убивают плохие бактерии. Чтобы вырастить сильным и большим, и сменным, и умным. Чтобы животик не болел и волосы росли. И спасает кишечник нас, бифи. Бифи – это бактерия, которая теперь у детей такой же популярный персонаж, как Винни-Пух. Только любит не сладости, а все полезное. В сказочное путешествие по стране здоровья ребятня отправляется сразу после еды. Правильное питание, почему люди болеют, какие виды микробов существуют. И закрепляя эти все знания, мы с детками работаем в рабочих тетрадях. Если занятия дважды в неделю, то пробиотики дети пьют курсами по полмесяца. Живые витамины принимают и воспитатели. Но больше всего кисломолочный продукт полюбили самые маленькие. Витамины сладкие и горькие. Очень вкусные. Новое меню в садике с августа, но медики и педагоги уже подводят итоги. В этом году даже в сезон ОРВИД цифры радуют. Иммунитет у детей более как бы окрепный, кажется. Потому что дети стабильно стали старше, подготовительность средней группы. Ходить посещаемость у них повысилась. Подсчитали и затраты. В месяц сад выпивает почти 100 флаконов. Это ведро пробиотиков. Если перевести на аптечные цены, сумма немалая. Но с учетом поставок оптом на ребенка в месяц выходит всего 15 рублей. Оплата за детский сад не поменялась. Являясь частью 20-дневного меню, родители не чувствуют нагрузки по его специальной оплате. Это нововведение. Итог совместной работы сразу двух областных департаментов образования и здравоохранения. Пробиотиками детей будут кормить до конца года. Пока в пилотном проекте 8 детских садов области. 7 из них в Тюмени, 1 в Елуторовске. Если результаты окажутся впечатляющими, к нему смогут присоединиться и другие образовательные учреждения. Юлия Сауляк, Евгений Проскуряков, Тюменское время. Система школьного питания в Тюмени в перспективе также изменится. Кормить детей будет не только центральный комбинат питания, но и частные компании на конкурсной основе. Со следующего учебного года планируется и полный переход на безналичный расчет. Также у родителей и школьников появится возможность делать предзаказ. На уровне области разрабатывается специальная автоматизированная система учета питания наподобие электронного дневника. Она и позволит выбирать обед индивидуально. Подробнее о школьном питании поговорим с гостем студии, директором городского департамента образования Вячеславом Воронцовым. Здравствуйте, Вячеслав Викторович. Здравствуйте. У меня возникает как у родителя вопрос. Стоимость не поднялась у нас обедов школьных. Значит, будут уменьшены порции или кто эту разницу компенсирует? Ведь цены растут. В части уменьшения порции я бы хотел сказать, что мы их в принципе не имеем возможности уменьшать, в зависимости от наших желаний. Потому что цикличное меню в обязательном порядке согласовывается с Роспотребнадзором. В этом году удается удержать все-таки ценовую планку за счет того, что организатор питания, это комбинат школьного питания центральный, уменьшил торговую наценку. То есть пошел просто на снижение своей прибыли. Ну и безусловно, здесь сама конкурсная процедура, которая обеспечивает закупку продуктов, как раз позволяет на тех больших объемах получить продукты по оптимальной цене. Я спрашиваю каждый день у ребенка, чем он сегодня питался. И очень радуюсь, когда я узнаю, что сегодня было вкусно. Например, котлеты из индейки весь класс подчистую съедает. Вообще, насколько предпочтение детей учитывается? Смотрят ли повара, когда у них день чистых тарелок, что дети едят больше? Безусловно, мы за этим наблюдаем. Но здесь тоже нужно понимать, что питание ребенка должно быть сбалансированным. В обязательном порядке туда включаются фрукты, овощи, молочные продукты. Поэтому рыба, поэтому, к сожалению, сама культура питания не всегда и не во всех семьях так развита, что ребенок именно сбалансированно кушает. Вы несколько раз сегодня сказали про центральный комбинат школьного питания. По новой задумке это будут еще и частные компании, я так понимаю, на конкурсной основе выбираться. Да, безусловно. В этом году мы в пилотном режиме будем на двух школах, то есть на четырех корпусах, ну это уже как минимум, проводить все-таки конкурсные процедуры. Как этот конкурс будет проходить? Успокойте родителей, ведь могут подумать, что любая организация может заявиться, чтобы кормить их детей в школе. Нет, конечно, заявиться может любая организация, но здесь нужно понимать, что в любом случае само меню должно быть в обязательном порядке согласована. Соответствует требованиям тем же самым. Да, о которых я уже говорил. Во-вторых, ценовая политика здесь является не единственным и не определяющим критерием. То есть это, безусловно, опыт работы на данном рынке и на рынках обеспечения питанием, ну так скажем, больших организаций. Плюс квалифицированный состав поваров. И здесь, ну если уже успокоить, то фирма-однодневка просто не сможет реально выиграть такой конкурс. Что касается безналичного расчета и вот этого электронного дневника автоматизированной системы, чтобы можно было сделать предзаказ, например, как в некоторых уже у нас школах есть. Это какая перспектива? Далекая? Нет, это тоже недалекая перспектива. Ну если говорить о сегодняшнем, то по предварительному заказу у нас работает, ну, несколько десятков школ. Но здесь тоже нужно понимать, что пока это, ну, частично, с разными классами мы зашли в это, но работа продолжается. Начиная с января месяца мы на двух школах однозначно заходим в апробацию этого информационного продукта. Это будет автоматизированная информационная система, учет питания. То есть она будет предполагать, ну, три основных плюса, три основных фактора. Это, во-первых, ну, безналичный расчет с любого банка. Во-вторых, это возможность, как вы уже сказали, предварительного заказа блюд. И возможность контроля, ну, непосредственно движения по лицевым счетам со стороны родителей. Это будет какая-то карта или это будет все в компьютере? Нет, это будет компьютерная система, которую родитель должен будет пополнять своевременно. Ну и, соответственно, работать непосредственно с лицевым счетом. Спасибо большое, что пришли. Удачи вам. Будем ждать вас еще. До свидания. Всего доброго. О школьном питании мы говорили с гостем в студии, директором городского департамента образования Вячеславом Воронцовым. А далее о качестве воды. Если она очищена от вредных примесей, ее и пить приятно. Кроме того, система фильтров сокращает время уборки сантехники. О выгодной установке, мои коллеги. Компания «Кванта Плюс» объявляет марафон чистой воды. В канун Нового года для жителей Тюмени самые выгодные предложения – быстрый монтаж и сервис в подарок. Фильтры и системы очистки воды для квартиры, загородного дома и даже целого предприятия. Для каждого заказчика подбирают индивидуальное оборудование. Мы не просто продаем оборудование. Мы его проектируем, подбираем, основываясь на лабораторный анализ. Очень правильно загружаем и потом берем на сервис. Если я продаю и потом 20-30 лет вас обслуживаю, могу я вам продать плохое оборудование? Лучше других на этот вопрос ответит, пожалуй, только заказчик. Оборудованием и услугами компании «Кванта Плюс» Полина Михайловна пользуется уже почти 20 лет. За столь внушительный срок довольна и качеством очистки воды, и вниманием со стороны персонала. Хорошая, достойная, нормальная вода. Проблем нет с этим. И как хозяйке, например, мне почистить ванну, туалеты, раковины. Нет совершенно никаких проблем. Нет никаких в основном осадков. Их нет. Я настолько привыкла, что мне кажется, что должно быть у каждого человека. Чистая вода – основа жизни, поэтому технологии очистки крайне важны. Их определяют только лишь после лабораторных исследований. Подтверждая качество проведенной работы, пробы воды берут и после очистки. И в этом главное преимущество. «Кванта Плюс» подбирает технологию. Наша гордость, наша лаборатория. Выбирать по цене крайне неверно. Я пойду куплю самое дешевое? Или я пойду куплю то оборудование, которое будет работать много лет? И сегодня компания «Кванта Плюс» работает по принципу «купил» и «забыл». Для настоящих и будущих клиентов компания «Кванта Плюс» увеличила время работы. Консультации специалистов в будни до восьми вечера и даже в выходные до четырех часов дня. Ирина Канева, Александр Зосимов. Тюменское время. А чистота помыслов детей отражается на страницах учебников. Ничего не изменилось. В век гаджетов школьники продолжают рисовать в пособиях. Но некоторым педагогам удалось победить книжный вандализм. Анастасия Лизаревич подробнее. Если видим такое, то, конечно же, стараемся все подправить. Библиотекарь 37-й школы Светлана Чулкина с ластиком не расстается. Привет из задних парт ей передают постоянно. Завитушки на полях, рога и уши, бороды, усы и синяки под глазами школьники подрисовывают ученым по физике, русским классикам и не только. Размах творчества в учебниках не знает границ. К сожалению, такого у нас много. Любим мы творчество письменное, но не там, где надо. Сегодня в библиотечном фонде школы 9 тысяч учебников. Если раньше помогал департамент, сегодня школа их закупает самостоятельно. По статистике, 10-15% из тех, что на руках, в конце года вернутся бракованными. Подсчитать ущерб от испорченных учебников просто. Средняя стоимость одного комплекта – 500 рублей. И при порче школа обязана докупать их за свой счет. Причем самые дорогие учебники по истории и литературе. Их цена на рынке до полутора тысяч рублей. Поэтому созрел вопрос к школьникам. Знают ли они, что портят казенное имущество? Лично ты когда-нибудь, если честно, рисовал что-то в учебниках? Ну да, в начальной школе. Нужна сила воли, чтобы перестать как-то это делать, отвыкнуть от этого дела. Ну ты работаешь? Да. Вопрос не шуточный. Детский вандализм, пусть и на бумаге, дело серьезное. Руководство школы провело целое расследование. И местный психолог вычислила потенциальных хулиганов. Это ученики средней школы, начиная с 12 лет. Этот возраст, когда наступает гормональная перестройка организма. И ребята в этот период более агрессивны. Черкаются на партах, разрисовывают учебники. Территорию свою метят? Да, метят свою территорию. Психолог советует, чтобы выпускать пар без вреда для школьного имущества, носить с собой на уроке блокнот для рисунков. А учитель третьего класса Анастасия Бушуева разработала свой метод борьбы с бумажным вандализмом. Мы применяем активно современные технологии, которые исключают возможность детей рисовать в учебнике из-за недостатка времени, поскольку мы работаем в парах, работаем в группах. Проверенный способ борьбы с детской скукой, от которой все проблемы – максимальная загрузка на уроки. Метод работает как в старшей школе, так и начальной. Нарисовал сигарету, человечка дорисовал. Это не я сделал, это кто-то до меня еще. Анастасия Заревич, Алексей Красных, Тюменское время. И о погоде точнее прогноз представляет Вензелинский завод керамзитового гравия, ваш надежный помощник при строительстве дома. Вензелинский завод керамзитового гравия объявляет суперскидки на стеновые и перегородочные керамзитоблоки, арматурные каркасы и кладочную сетку, бетон, ФБС, плитку облицовочную и тротуарную, кованые изделия, теплицы – все для дома. От фундамента до крыши. Купи зимой, забирай летом. Звони 72-7878. В среду 23 ноября в регионе очень тепло, но пасмурно и временами снегопады. В Тобольске на термометрах минус 3,5, в Тюмени днем около ноля. Ветер западный до 9 метров в секунду. Партнер программы санаторий «Березовая роща» в Елутровске. Возможность совместить полноценный отдых и лечение. Проведи новогодние каникулы с пользой. Санаторий «Березовая роща» в городе Елутровске ждет вас. Звоните 36 35 00. И на сегодня у меня все. Хороших вам новостей. Смотрите точнее. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова